Всем привет! С вами Иннокентий. Мы продолжаем проходить Драг Солдс 1. В прошлой серии я убил... Опять лезут. В прошлой серии, в общем-то, я убил Великого Серого Волка... Великого Серого Волка Сифа. Да. Волка Арториаса. И в той серии я сказал то, что... Пойду к Четырём Королям вместе с этим Кольцом, Кольцом Арториаса, Но я тогда вспомнил про Кольцо Вонослости, а именно Кольцо Клоранти. Которое находится в полости. Это локация, которая пересекается с Чёрным Городом, в котором сейчас нахожусь. Поэтому сейчас я вам покажу, как пройти в эту полость. Но лично я долго думал, как же туда попасть и где она вообще находится. Оказалось, видите, это большое дерево. Оказывается, вон есть мостик. Ну как мостик? Скорее подъём просто. Так. Тут Черви. Похожих мы видели в Цитадали Фарона, в третьей части Драк Соуса. Так, и тут просто проходим дальше. Да, я сюда приходил сам как-то. И тут есть вот труп с дощатым щитом. Но, замечаете, здесь ничего необычного? Именно иллюзорная стена вот здесь находится. Да. В отличие от третьей части она никак не выделяется. Тут двойная человечность. И сзади ещё одна иллюзорная стена. Вот. Лесенка. Кстати, насчёт брони. В общем-то, эту броню я купил вот он персонажа, которого показывали в предыдущей серии. Он сидит под мостиком. И у него я купил, значит, броню железного голема. Ой, броню стального голема. И также ещё броню Смоуга, которого я также убивал в позапрошлой серии. В общем, это пока не полный комплект. Ещё вот есть наручая голема. Ну, а вот как выглядит полный доспех Смоуга. Для тех, кто не видел на игроке. Ну, вот так. Да. Ну, в отличие от доспеха Хавила, он даёт больше защиты, но... В то же время и весит меньше. Так что... Если сейчас могу перекататься нормально... Да, я могу. Я буду ходить в нём. На. Итак, кольцо находится вон там, вот внизу. Там уже видно обугленный труп. Теперь нужно как-то аккуратно спуститься, не провалившись туда вниз. Не получилось. Возвращаемся к костру. Да, надо будет ещё пойти за кадром, докупить костей и её возвращение. Так. Значит, ещё раз. Так, я не хочу потерять, естественно, накопленные от человечности. Так что мы делаем жертвенное кольцо. Пробуем ещё раз спуститься. Как известно, в Дракстолсе есть физика, так что убираем всю броню. Да, то есть если вы упадёте без брони, то урона будет меньше. Так как броняка на шкабы тяжёлая, она скорее просто сделает ваше падение более тяжёлым. Так, отлично. Как видите, я получил меньше урона, чем в прошлый раз. Вот и кольцо Кларантии. Ещё раз используем кость. Далее от этого костра в полости переместимся к костру в Храме Огня. А оттуда уже попадём в руины Нового Ландо. Вот так вот. Мне это кольцо нужно, чтобы оно восстанавливало выносливость, а не щит. Да, щит тоже восстанавливает на всего лишь 25% и 100%. А кольцо Кларантии где-то 90% или 100%. Так. Вот, а что бы мог носить, я большой щит Хабила. Вот так вот. Да, будет фэтролл, то есть досованно перевести это жирный перекат. Да, но зато я буду непробиваемый с крутым щитом. Так, вызываем лифт. Так, тут скорее сейчас можно взять обычный щит, который защищает, поглощает точнее 100% урона от физ. От физического, физической атаки. Так, пропускаемся ниже и теперь, значит вот что. У нас есть, у меня есть два кратковременных проклятия. То есть у меня попытки всего лишь две. Или одна. Чисто потому, что призраки, которые обитают здесь, если вы не проклятые или не временно проклятые, то вы не сможете их просто убить. Да. Пусто. Главное не упадите в воду, так как она тут убивает вас моментально, как пропасть. То есть кто-то жалуется, что здесь ничего не видно. Хотя я не понимаю ваши жалобы, потому что я, например, всё вижу. Так, а вот и первое привидение. Там второе я уже вижу. Сейчас я наношу им урон. А без проклятия я бы не смог этого делать. О, ещё два. Да, с них можно выбивать, так как раз кратковременное проклятие. Так. Значит. Так, тут ещё двое призраков. Хотя это скорее привидение или... Кстати, откуда вообще в вселенной Дарксоулсе призраки? Видите? Например, нежисть, которая умерла, она... Кстати, этот кинжел, который я сейчас подобрал, вы можете отаковать привидение без использования проклятия. Да. Так вот, по сути, вся нежисть возрождается. Так что... О превращении призрака речи и быть не может. Но тогда получается, что... Хотя нет... Хотя, а не, это кости. Я думал, что это как бы кожа осталась, но это всего лишь кости и че. Так. Ну, получается, что это не нежисть мертва, а какой-то бог или... Какое-то другое существо. Так как люди являются нежитью, как бы. По сути, если покопаться в лоре. А боги, получается, если умирает, то умирает окончательно. Без каких-либо... ...подачек. Так, туда мы не идем. Не идем. Идем вот сюда. Так. Близрачная дверь. Тут главное не упасть. И следите за этими белыми полосками. То есть они показывают, что на вас наложен эффект временного проклятия. Или же следите, когда станет... ...это само проклятие, вот, иконка белым, а не серым. Так, я вижу, там сзади появилась. Но мне зачем ее идти убивать. Вон там еще из, не знаю, церковь или что такое, вылезет три привидения. Ну вот, одна уже пошла, но я пропущу ее и пойду вперед. Да, я убью эту, потому что она очень сильная. Есть шанс, что, бродя, когда она пройдет через стену, меня, скорее всего, убьет. А что у вас тут так много-то? Так, быстро меняем оружие. На... На двуручный меч, чтобы убить побольше. И с одного раза. Так. Да, в этой броне они не мне наносят... В этой броне они мне наносят намного меньше урона, если бы я был без нее или броней Хавила. Так. И последний минус. Так, теперь идем в камин. Там сверху находится, да, торговец. Вот и он. Это не наш враг, как... Я поначалу думал, что это враг, но... Пришлось уже не атаковать в первые часы игры. Да, это охранитель, который охраняет этих четырех королей. И он нам дает ключ от печати. Но только в том случае, если мы уже забрали золотую чашу. У него вы можете покупать, вроде как, в бесконечном количестве временные... Кратковременные проклятия. Вы можете снять проклятие, но у вас есть именно постоянное. И вот же их купить. А, у него всего четыре. Ладно, я ошибся. Ладно, купим. А, не, больше. А, это типа у меня и минцы три. Ладно, но все равно купим хоть шесть штук. На всякий случай. И... А сколько у меня? Да, почему нет? Это заклинание, оно не помешает. Так, теперь спускаемся опять же вниз. Ну. А, еще призраки остались, судя по звукам. Но главное в этих коридорах... Чтобы не случилось так, что у меня оружие будет биться от стены при ударе по ним. О, минус две. Так, забираем предмет. Там сверху еще призрак, но мы его игнорируем. Игнорируем. Так, кольцо впереди где? Тут что-то? А, что здесь? О, действительно какой-то предмет есть. Действительно кольцо. А, это кольцо сопротивления проклятиям. Вот так неожиданно. Я даже не знал, что здесь находится какой-то предмет. Так, я уже сейчас упаду. А, проклятие спало сейчас. Я еще и муру. К тому же еще. О чем я, собственно, и говорил. Ладно, идем дальше. Так. Я, по-моему, тут перепрыгнуть, но я не хочу, чтобы потом не возвращаться сюда. Это еще не самая противная локация. Без костров. Туда подниматься нет смысла. Так, и теперь, значит, в холодец не падаем, так как там он затоплен. И идем сюда к рычагу. Вот. Ну и, как видим, ворота открылись, а сама вода спускается. Мы можем пройти на нижний уровень. А там уже находятся четыре короля. Да, вон ворота открыт, и там стоят драконы. Ну, как драконы, скорее просто мини-драконы. Потому что архи-драконы намного больше, чем они. Так. Вот и лифт. Да, если вы попробуете вызвать лифт, когда город затоплен, то... Вы... у вас не получится это сделать. Так. И теперь самая неприятная часть. Эээ... Ну, видите там впереди, что кто-то стоит? Это берсерк. Ну, лично я так его называю. И будьте осторожны с его необычным захватом. Мы их видели в третьей части. В цитадели Форона они способны высасывать жизненную энергию. Которая снимает игрокод довольно много с дороги. А, и обязательно, когда вы сюда пришли, храните эстус, если у вас его мало. Потому что в бою с четырьмя королями его нужно будет весить, скорее всего. Тем более, если у вас не глифа Чёрного Рыцаря. Так. К тому же эти берсерки могут пинаться, сбивая у вас блок. Так. Я уже потихоньку начинаю умирать. Так. Надо ещё не попасться в его захват. Отлично. Лечимся. Обломок титанита. Так. И тут вроде бы справа ещё несколько берсерков. А вон слева стоит. И вон там ещё какое-то... Что-то странное находится. Так. Он пытался сделать захват, но я его смог вовремя оглушить и убить. Так вот, там справа находится какая-то смесь то ли душ, то ли грязи, непонятно чего в общем. Которая наносит много урона, стреляя языком, который является якорем. И против того существа очень полезен огонь. А не тьма. Так как фактически он состоит из тьмы. Ну, лучше уйти. В принципе он мне не нужен-то и тем более я ему, судя по всему, нужен, но он мне нет. Так. Я, конечно, знаю, что враги в первом Драгсоулсе следуют за игроком почти что... Чуть ли не всю игру, если они его заметили, но... Всё же лучше отбежать на достаточно безопасное расстояние. Так. Там лежит урона сена, но там лежит лишь какая-то душа, мне она не нужна. К тому же там стоит берсерк. Так. А тут уже берсерков вроде как тоже два и... Да. Опять... Метод монстр. Так. Первый берсерк пошёл. Не попал. Попал как раз таки. И добивной. Не получил. Попал как раз таки. Кстати. Эта штука... Конечно... Не значит отражение игрока, но всё же замедляет. То есть то, что он выпнул сейчас. Именно тот монстр. Да. Эти головы взрываются. И причём довольно сильно. Так что лучшее решение просто к ним не подходить. Или подошли и отошли, чтобы она взорвалась. К сожалению, отравляющий туман скорее всего будет... Скорее всего... А где я? А где я? Я что в нём? Ну ладно. Зато будет легче. Так. Берсерк ещё один. Ну ладно. Проходим мимо. Так. Так. Тут где-то находится знак призыва. Ммм... 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 А, там ещё один берсерк стоит. Я как-то об этом совсем забыл. А, ладно. Пойду без... Помощи. Так. Ладно. Теперь, значит... Одеваем кольцо Арториаса вместо... Да. Вместо кольца Хавилла. Скорее всего. Вот оно. Да. Я теперь не могу нормально перекатываться. Но, в принципе, оно мне и не нужно будет. Надеваем большой щит Хавилла. Ой, не-не-не. Это проблема. Тогда что защищает от тьмы? Ладно. Наденем, пожалуй, этот щит. Щитом были мы дракона. Такс. Теперь спускаемся по лестнице. Тут, конечно, можно прыгнуть сразу, но... Скорее всего, вы не попадёте в бездну и просто... умрёте. Так. Такс. Значит, а теперь что же... Да, спускаемся. Так. Решающий момент. Прыгаем. Бездна. Немного отходим вперёд или в какую-либо сторону. Тут неважно в какую. И вот, четыре короля. Особо не тратя выносливости. Они сами будут к вам полетать. Главное, уворачивайтесь от их ударов. Не затягивайте с ними бой. Потому что тогда их появится двое, трое, четверо и уже будет победить их довольно проблематично. Как видите, у них есть своя полоска хитпоинтов. Ну и, естественно, она же и есть и у полоски хитпоинтов босса. Так, вон второй уже появился. Сзади этого. И это означает, что я затянул уже бой сильно. Но, в принципе, я докупил временных проклятий. Поэтому, если я умру, то продолжим его убийство в следующей серии. Ладно, от его ударов можно не защищаться, так как он бьёт довольно слабо. Главное, успеть защититься от захвата. А также ещё от ударов тьмы. Нет, не уходи! Этот снаряд будет самонаводиться на вас постоянно и не отстанет, пока не ударятся об вас. А я ведь только даже одного ещё не убил, а их четыре. Да, и в песне сложно ориентироваться, так как вроде как вы убьёте, но не достаёте. Минус первый. Меняю. Что такое? Ай! Я теперь жалею, что из потратил столько человечности, чтобы забить эту глифу. Ладно, это Дарксоус, Дарксоус под ошибки не прощает, как известно. Пять. Кстати, звук похожий на тот, что издавала Квилек при взрыве на своём пауке. Так, к тому же появился третий. Хотя, скорее, четвёртый, потому что первый я уже убил. Захват! Нет! Ну, это, конечно, неверная смерть, но всё же почти смысл. Ладно. В общем, затягивать свой бой очень не нужно. Потому что, как видите, меня атакуют уже трое. Трое. По сути, три мини-босса. В одном. Ладно, с вами был Анакентий, всем до свидания. Продолжение следует. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова